Всем доброе утро. Меня зовут Наталья Пашко. Я детский семейный психолог. Непосредственно работаю практическим психологом в городском центре ребенка и также занимаюсь случаями выявления и реагирования на случаи насилия в отношении детей. Я всех сегодня приветствую в сегодняшнее утро, все кто подключаются. Формат вебинара будет строиться так, что я буду давать информацию, но также приглашаю вас задавать свои вопросы уже сейчас, задавать вопросы, если они у вас будут возникать по ходу той информации, которую я вам буду давать и по мере того я их буду читать и на них отвечать сразу или мы оставим время потом по завершению. Также приглашаю вас писать какие-то возможные ситуации или случаи с ребенком, с подростком, которые вас интересуют и хотелось бы получить на этот ответ. И также буду я вам задавать вопросы, приглашаю вас отвечать, чтобы наш вебинар, он по максимуму был такой живой, интересный и был наполнен практическими примерами. И если вернуться к сегодняшней нашей теме вебинара, это возрастные особенности детей 10-14 лет, мы будем сегодня делать фокус на норме развития и признаках насилия, да, то есть как по поведению ребенка, его эмоциональному состоянию сориентироваться, что с ребенком происходит что-то не так, да, и где ему нужна помощь. Почему я использую такой, хотя термин, да, ребенок, то что лично для меня подростки, они находятся в таком периоде, когда они уже не дети, но еще не взрослые, поэтому я буду использовать два термина, да, то есть это ребенок, подросток. И да, я тоже всех еще раз приветствую, кто подключился, всех рада читать, вот, и рада, что вы меня видите. И сейчас, если посмотреть вот на картинку, которая следующий слайд, вы видите, и то, как будет строиться наша презентация, это первый кусочек вебинара о особенностях подросткового возраста, о том, как происходит переход и вход в подростковый возраст, с того, что какие сходства и различия между ребенком и подростком, и также определение понятия подростковый возраст, подростковый кризис, то, что здесь, чтобы понять, как помочь ребенку, как его поддержать, и какая роль взрослого в подростковом возрасте, здесь очень важно понимать, с чего же этот подростковый возраст состоит. Если сейчас так немножечко вернуться к себе и посмотрите вопросы, которые вы видите на слайде, те, кто уже сегодня подключился и читают их, вот, если себе задать вопрос, ваши ассоциации с подростковым возрастом, возможно, вы как-то вспомнили себя в подростковом возрасте, или у вас, ну, ваш ребенок находится в подростковом возрасте, вот, первые ваши ассоциации, если можете, я вас приглашаю записывать, ну, писать мне, подростковый возраст это, то есть это первое, что приходит вам в голову, первая ассоциация, которая как-то у вас отозвалась. Часто, часто подростковый возраст ассоциируют с того, что я как практический психолог работаю, да, есть какое-то количество обращений, и часто называют подростковый возраст как возрастом, спасибо, Елена, это поиск себя, еще его называют сложным возрастом, кризисным периодом, периодом таких экспериментов, периодом постоянных каких-то изменений, экспериментов, спасибо огромное, прекрасные ассоциации вы пишете, да, то есть это поиск себя, это не обузданная стихия, это когда, когда все очень сложно, правда, мы помним и себя в подростковом возрасте, когда они много требуют, но мало разрешают, это написала, да, Евгения, и все отчасти то, о чем вы пишете, дальше я буду говорить и объяснять, что часть это относится к периоду, потому что период такого кризиса, и как я говорю, что в каждом возрастном периоде есть свои задачи, свои сложности, и в общем-то процесс роста и развития, он не бывает прост, да, то, что расти и развиваться, это постоянно такое выталкивание себя из зоны комфорта, чтобы освоить новые навыки, понять, кто я, задать себе вопрос, кто я в отличие, ну, то есть какие ценности мне близки, в отличие от того, что вот в семье есть, да, какой я, и непосредственно подростковый возраст, это когда подростки себе на этот вопрос задают, и расти и развиваться достаточно непросто, и если следующий вопрос, да, какие изменения происходят в подростковом возрасте, вот когда вы наблюдаете за подростком, какие вот, вот вы понимаете, вот мне часто говорят родители, что все, я понимаю, что мой ребенок становится подростком, вот как вы, по каким критериям, по каким маркерам в поведении, эмоциональном состоянии, начинайте замечать, что вот перед вами подросток уже. То есть, вот Надежда написала прекрасно, то есть это изменения в росте, это изменения в бесе, это голос меняется, характер, настроение, привычки, здесь, условно говоря, изменения происходят по всем параметрам, правда, это внешние изменения, и это изменения в поведении, в эмоциях, и во многом это связано с гормональным процессом, также то, как меняется функционирование мозга, и прекрасно Надежда написала, да, что вот появляется вот эта вот фраза «ну, мам», и она проявляется в разных моментах, это от того, что либо как проявление некой требовательности, да, либо, ну, не трогайте меня, да, «ну, мам, я сам», или следующее, когда подросток становится, вот, ему не нравится своя внешность, эмоциональные перебаты настроения, правда, это то, что является изменением, и то, что относится к таким критериям подросткового возраста. И вот как раз вопрос о родителях, третий наш вопрос, что чувствуют и о чем переживают родители подростка? Непосредственно или вы являетесь родителем подростка? Какой самый большой вопрос или какой самый большой страх в родительстве, да, когда вы являетесь родителем подростка? Вот здесь вы можете сформулировать это виде какого-то вопроса на который бы вам сегодня хотелось получить ответ и непосредственно ответить себе а как же себя вести с подростком чтобы знаете есть некая тонкая грань подростковом возрасте чтобы помочь подростку найти себя но не сломать да вот эту вот линию когда формируется личность и не наседать да не навязывать потому что все что будет навязано подросток он это не будет принимать и главный вопрос как не перегнуть и не упустить здесь непосредственно и евгения написала как сохранить доверительные отношения с ребенком вот здесь как раз вопрос если себе ну да вот вернуть этот вопрос что непосредственно вы боитесь упустить то есть это касается это касается потерять какое-то да вот доверие или не упустить если ребенок попал в какую-то ситуацию небезопасную или например мы знаем что это период таких экспериментов как условно говоря понять что это уже переедена линия до безопасности те вопросы которые вы задали не потерять контакт и взаимодействие с ребенком чтобы он не попал плохую компанию и когда родители боятся упустить ребенка часто перегибают палку и есть некий тотальный контроль вот это как раз те вопросы которые мы сегодня будем держать в фокусе если непосредственно возможно я какой-то вопрос полностью не прочитаю вы его по ходу моего вебинара вы его задавайте я буду к этому возвращаться то что это как раз очень замечательные вопросы про те вопросы которые важно чтобы себе родитель подростка задавал это что уже родитель подростка себе задает эти вопросы как помочь но не перегнуть палку как дать вот эту свободу но не перейти в режим такого отпускания но и не перейти в плоскость тотального контроля есть некий такое когда стереотип что с одной стороны задача возраста отсоединиться от родителей с другой стороны подростки очень нуждаются по родителях которым они могут вернуться и принести тот жизненный опыт которые они получили принести какие-то ситуации которые у них не удалось разрешить когда они могут прийти и поделиться получить поддержку и только так они могут анализировать ситуацию и принимать некую ответственность за свои поступки или могут обработать этот опыт кто-то говорит что что не слышит мы сейчас попытаемся это отрегулировать и вот как раз здесь очень важно в этом возрасте про оставаться в теме доверия с подростком в каком плане здесь не но не контролировать и не быть другом в какой-то мере до для подростка но чтобы подросток понимал что я к родителю могу прийти и родитель как более с одной стороны да вот опытный поддерживающий сможет подсказать как в этой ситуации можно как ее можно разрешить и я буду возвращаться к этому вопросу с и у такой вот наш последний четвертый вопрос который нам поможет сфокусироваться в этой теме то есть в двух плоскостях про чувство и переживание позицию родителя и про чувство изменения которые происходят непосредственно с подростком то что это два основных фокуса которые смогут дать понять какую же позицию родители важно занимать и в какой позиции нуждается непосредственно подросток если вот четвертый вопрос вспомните опять же себя или поставьте себя на место подростка все мы как говорится и родом из детства сейчас если подумать о них непосредственно сместиться с фокуса своих собственных переживаний как взрослых да как родителей и как себя чувствует подросток о чем они переживают о чем они думают и о чем они боятся я сегодня тоже буду очень много опираться на свой опыт работы с подростками и скорее делиться теми фразами которые 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 они мне подарили это такие фразы которые всегда тоже возвращаю родителям подростки очень часто говорят что мне очень важно чтобы меня могли послушать чтобы я мог рассказать поделиться и попробовали стать на мое место в этой ситуации и при такой позиции взрослого подростки сами начинают анализировать ситуацию понимать где они перегнули палку где они возможно не справились или поступили неправильно или эта ситуация например внесла угрозу для них но вот здесь самый с того что его с моих работ с подростками это быть услышанными и мне нужны советы нравоучения это возможность рассказать про свою историю и чтобы них оценили да там как ты мог как ты так мог поступить чтобы они были услышанными и вот прекрасный да вот ваши комментарии про то что чувствуют подростки да вот такая фраза которую они взрослым говорят учить говорят миру я бы сказала говорят ты меня не понимаешь такая фраза подросткового возраста я уже не ребенок не надо меня контролировать да то есть некое такое желание и рвение к свободе вот написала евгения да что вот желание доказать как доказать как некое проявление самостоятельности что я могу справиться сам то есть одной стороны они сначала им очень важно чтобы взрослый почувствовал что они могут быть в каких-то вопросов экспертами и иногда очень так отчаянно про это пытаются доказать взрослым некоторые это говорят про тотальный пофигизм я что подросток говорит мне не надо твоих советов я все знаю сам это такие как основные вопросы по послание которые подросток пытается дать родителям и дать миру и это фразы индикаторы того что что важно для подросткового возраста они стремятся правда к взрослости они пытаются чтобы эту взрослые замечали пытаются ее разместить пытаться чтобы им очень важно чтобы с их мнением считались чтобы их слышали и слушали то что только так они могут получить этот опыт брать на себя ответственность и смотреть в каких моментах уже знаете как это не на разговоре на практическом опыте понимать такие здесь я переувеличил свои возможности ситуации я не справился здесь очень тонкая грань когда ребенок который говорил я совсем справлюсь сам идет в большой мир делает ошибки и потом возвращается и очень ценно если он вернется к вам и скажет ты знаешь таки в этой ситуации у меня не получилось справиться могу ли я получить могу ли я с тобой поговорить этот очень тонкая грань в позиции взрослого не прийти а я же тебе говорила да вот ты как-то тогда был очень уверен видишь я была права вот здесь очень важно сохранить и не говорить такую информацию здесь очень важно в такой ситуации и послушать послушать ребенка и слушать и задавать ему вопросы расскажи мне про эту ситуацию что тебе удалось что тебе не удалось как следующий раз ну то есть какого ты какую информацию я могу тебе предоставить и сейчас хочешь информацию или поддержку ли ты просто хочешь чтобы я тебя услышала и только тогда подросток не почувствует что он был оценен до в своем каком-то опыте потому что к сожалению в следующий раз он навряд ли придет с вами и поделиться тут он сам уже если с какой-то ситуации не справился то эта ситуация уже его в каком-то мере наказала и научила тут чтобы он сделал с этого выводы вот здесь очень важно родителю быть внимательным слушать не заниматься нравоучением но задавать вопросы самому ребенку вот как в следующий раз можно было поступить по-другому да вот пишет татьяна да что подростки не как будто бы тоже не чувствуют границы они очень много рискуют очень приятно что есть те которые уже подключаются к вебинару и спасибо огромное за вашу активность что мы так с вами вошли в подростковый возраст немножко вспомнили про себя подростковость и это тоже очень важно чтобы понять что чувствует ваш ребенок или подросток с которым вы работаете или который находится рядом с вами здесь очень важно помнить про свой опыт и важно помнить что вам важно было как подростку в тот момент и это иногда бывают самые важные важная информация которую вы можете получить о подростковом возрасте и мы идем с вами дальше вот если посмотреть на эту картинку мне очень опять же нравится эта фраза которым во многом говорит о подростковом возрасте что как физиологические как их познавательные вопросы эмоциональная сфера она находят в таком между мире еще подростков называют такими инопланетянами потому что они уже не дети но еще не взрослые они находятся в процессе когда их тело меняется и эти изменения то есть такой возраст достаточно большой пластичности и тут как бывают проявления в этом переходном периоде до то есть перехода от детства до взрослости бывают вот такие вот как раз переходы которые есть еще проявления от ребенка но есть уже желание позиционировать себя как взрослый как раз вот когда вы отвечали на свои вопросы это тому есть подтверждение когда подросток не всегда может как ребенок оценить свои возможности потому что у него еще недостаточно какого-то опыта но он желает предъявить милю что я справлюсь сам я лучше знаю но вот и он идет в этот мир желанием доказать что он уже взрослый но не во всех ситуациях ему как еще ребенку не хватает опыта и также в проявлениях эмоциональной сферы он как я говорю несмотря на то что перед вами стоит там двухметровый подросток не всегда он может анализировать свои поступки не всегда он может разрешить какие-то ситуации и не всегда он может контролировать свои эмоции и чем же отличается непосредственно вот этот вот переход да вот какие есть сходства какие есть отличия между ребенком да вот что есть от ребенка у подростка и то есть уже со взрослым возрастом если говорить про сходство да что подростковом возрасте как и в детстве активная есть фаза роста и развития это как физическое так и развитие различных психологических процессов также в этом возрасте да то есть подросток с одной стороны что он уже входит в фазу взрослости он может выполнять какие-то обязанности но с другой стороны если говорить про социум то он еще датус не имеет права на голос до голосовать и здесь есть ограничение в употреблении алкогольных напитков и также продукцию которая вместе табак то есть это как бы такие ограничения которые есть да и следующее что подросток еще не до конца осознает свою роль в социуме и про ту ответственность которую он может нести и здесь очень много важно понимать что подростки даже если совершают какие-то правонарушения то зачастую это очень импульсивные действия или под воздействием взрослых до часто к сожалению подростками манипулируют или такие случаи происходят достаточно импульсивно эмоционально или это под воздействием какой-то группы и в этот момент подросток не до конца осознает ответственность за такой поступок и почему очень важно с подростками работать проводить превентивную идея деятельность информировать их о законодательстве ответственности потому что у них условно говоря этой папочки еще в голове нет и с ними важно говорить и рассуждать на эти моменты даже потому что то что чем я сталкиваюсь работая с достаточно сложными подростками когда ты с ними разговариваешь что они часто говорят что такие поступки они совершали потому что это было на слабо потому что это сказал кто-то из взрослых подросток он же хочет ну если ко мне взрослый обратился то соответственно это как-то очень авторитетно и подростки совершают такой поступки на грани риска и или как раз это руководствуется такой их эмоциональностью иногда не всегда эмоциональной устойчивостью следующее но 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 при этом ребенку важно давать информацию потому что по себе у него это ответственность или эта информация не закладывается как я говорю часто говорят ну вот уже там 18 16 лет ты уже взрослый посмотри да ты уже высокий ты уже учишься не знаю там в девятом классе но не всегда биологический возраст говорит о психологическом взрослении и вот как раз психологическое взросление зависит от окружения зависит от родителей и зависит от того насколько постепенно это взросление происходило то что например вот я всегда говорю на примере о таком постепенном воспитании и взрослости и ответственности если в маленьком возрасте постепенно ребенку не давать уровень какой-то ответственности или даже там не знаю застилать кроватку или одеваться самому бывает когда родителям не хватает или терпения или времени не говорит так все ладно давай я тебя одену я за тебя все поубираю то что ты там как-то долго делаешь или делаешь не так как мне надо и соответственно ребенок только как-то пытаются эту ответственность или что-то попробовать родитель сразу это подхватывает делает за него ну и тогда это взрослость и ответственность она не но то есть она не возникнет внезапно с момента подросткового возраста и с тем что он как-то физически до вырос это некий постепенный момент то же самое в понимании доверия доверять подростку какие-то дела и принимать что он может делать делать ошибки и это тоже нормально потому что только так мы учимся быть взрослыми ответственными но еще раз что это не наступит с моментом того что он как-то физически вырастет следующее это что концентрация внимания отличается от концентрации взрослого человека что подросток как же как и ребенок он очень долго не может сконцентрироваться на выполнении какого-то задание которые есть в перспективе до который имеет цель но имеет какие-то этапы выполнения подросток живет тоже в моменте здесь и сейчас и подростки они вот учатся когда это эмоционально когда это интересно и когда это наглядно и подростки вот я часто спрашиваю есть такое мнение что подросткам они интересно учиться с одной стороны да они для них более актуально это общение но и интересно учиться на тех уроках где учитель им рассказывает какие-то примеры из своей жизни где учитель строит отношения с подростком и только тогда они приходят на эти уроки им интересно они уже не будут учиться как малыши когда их пытался как-то дрессировать или навязать информацию следующий момент это как у детей также в подростках слабо развита волевая регуляция деятельности то есть вот здесь прикладывание усилий завершение дела до конца это некое не то чтобы это такое нежелание подростка что-то доделать или лень как-то часто бывают называют а это тоже еще не до конца возможность организма регулировать свою деятельность и здесь опять же про тоже очень тонкую грань и позицию родителя взрослого который находится рядом тонкая грань когда вы видите что подросток не завершил какое-то действие не до конца выполнил его здесь вернуть его до к тому что смотри вот ты начал да это дело делать вот как-то здесь важно его завершить что ты сможешь и здесь момент не оценить ну вот ты обещал ты снова не сделал или сделал это плохо в этот момент очень важно остановиться потому что подросток в этот момент он не слышит ваш призыв завершить деятельность он слышит как некую оценку и все у него включаются протесты и он к этому не вернется здесь очень важно сказать давай с тобой рассмотрим эту ситуацию вот ты условно говоря хорошо начал ты дошел до этого момента важно сейчас завершить эту деятельность давай так то есть с чем ты можешь справиться сам где тебе нужна какая-то моя помощь или просто своим каким-то до напоминанием и дать поддержку подростку вот есть очень прекрасные тоже вам схематически нарисую правила бутерброда или еще как-то правило бургера как давать поддержку подростку как разрешать какие-то ситуации это также будет вам помогать и со взрослыми я непосредственно я непосредственно вам по ходу вспоминаю какие-то кейсы или инструменты исходя из того что как бы я практик поэтому сразу когда читаю ваши вопросы или ваши примеры то буду с вами делиться теми инструментами которые непосредственно использую в своей практике возможно то что я вам сейчас нарисую будет мало похоже на бургер но то есть да вот себе представим вот как если вы хотите чтобы подросток ну подростку что-то сказать чтобы он что-то завершил что-то доделал или скорректировал свое поведение то здесь всегда очень важно начинать как я говорю с булочки да то есть у нас бутерброд стоит булочка какое-то там мясо колбаса и снова булочка и чтобы вот это замечание просьбу подросток да даже взрослый услышал вы можете поэкспериментировать на своей работе важно начинать с позиции поддержки да вот смотри там не знаю на примере пообещал там помыть посуду посмотри вот я помню что ты как там да вот мы с тобой поговорили мы с тобой договорились я знаю что ты это точно можешь делать сделать это самостоятельно но я вижу что вот ты как-то забыл это завершить действие то есть мы начинаем с позиции поддержки и напоминания с другой посерединке мы говорим о том требование или то чего бы мы хотели откорректировать да или какое-то замечание у нас есть мы это говорим в серединке и вот завершаем на том что спрашиваем подростка вот я помню до что у тебя получалось уже это делать какой помощи ты нуждаешься чтобы это завершить ты можешь это сделать сам там я могу тебе как-то помочь и условно говоря то есть вот таким вот методом мы с подростком решаем ситуации также как и со взрослыми то есть начинаем не с там замечание какого-то упрека тоже обещал ты не сделал то что говорю в этой ситуации вы не добьетесь ничего скорее подросток постоянно будет своим каким-то раздражением на это реагировать спасибо я всегда очень рисую всегда это веселит детей и подростков с которыми я работаю на это очень наглядно и им помогает объяснить ну и непосредственно нам взрослым вот спасибо за вашу активность вот по максимуму задавайте вопросы если то что если я привожу какие-то примеры или информацию не до конца как-то вам ясно вы тоже это комментируете я буду очень вам за это благодарна за обратную связь и это то о чем я говорила последний момент что свойственно для ребенка и для подростка это сила аффекта знаете как вот как ребенок все хочу и у него иногда бывает на там мир заклинивается и кажется что без этой игрушки там без этого без этой конфеты все дальше как-то все очень печально то же самого подростка то есть если у него происходит какая-то зацикленность на чувствах на внешности на ситуации то это происходит через такое состояние эффективности и здесь очень важно помнить как с детьми такое работает так и с подростками и также взрослыми нам тоже свойственно сила эффекта особенно когда мы сдерживаем сдерживаем чувства а потом это выходит в аффекте то здесь очень важно помнить что эффективные эмоции злости какого-то да вот какой-то импульсивности такой чрезмерной если это уже происходит вы силе аффекта этому есть тоже время начало этого эффективного состояния и его завершения и это приблизительно там 7-10 минут когда это эффективная эмоция проживается но важно помнить что в этот момент подросток вас не слышит да и любой человек не слышит когда мы в состоянии эффекта наш мозг он состоит вот вот здесь у нас сзади есть амигдала то есть такой участок мозга где хранятся все наши такие я бы сказала функции реакции которые ответственны за за наше эмоциональное состояние и вот когда работает вот это участок мозга то соответственно отключаются те которые ответственны за понимание за слышание и за анализ в этот момент когда ребенок в раздражении в злости в агрессии бесполезно ему что-то говорить это еще больше будет добавлять вот силы к этому эффективному состоянию и вам даться что вас подросток игнорирует и не слышит но на самом деле он вас не слышит и вы можете также поэкспериментировать но не поэкспериментировать понаблюдать за собой и за своим каким-то ближайшим окружением мы не слышим когда мы в эмоциях дайте себе и подростку успокоиться также как и ребенку это тоже на детях срабатывает и только тогда вести разговор вы сможете увидеть когда это фиктивные эмоции прекращаются да то есть когда перестают гореть щеки когда уже жестикуляция уменьшается и такое как состояние даже плечи немножко опускаются и это фиктивное состояние но уходит и только после этого каким-то обсуждением можно переходить потому что тогда включается зона которая ответственна уже за анализ и за понимание переходим сейчас если у вас есть вопросы еще раз напоминаю пишите подключайтесь к обсуждению я буду просматривать ваши вопросы и вернемся к уже к различиям что происходит в подростковом возрасте сейчас мы делаем такую общую характеристику общим знаменатель потом в дальнейшем этапах вебинара мы уже больше прицельно будем говорить о возрасте 10 14 если говорить в общих различиях и особенности подросткового возраста то это период активного полового созревания ребенка и в чем это проявляется вы уже в начале писали очень четко лаконично и правильно подметили что это изменение гормонального фона это проявление вторичных половых признаков этого повышенная да то есть волосы появляются это молочные железы у девочек это ломка голоса это смена настроения немножечко остановлюсь что происходит с гормонами потому что как раз это да и дает понимание почему себя так могут вести подростки то что представьте себе опять же все мы помним наш подростковый возраст вот был ребенок до который себя как-то узнавал принимал в зеркале если мы говорим про да вот самооценку который у ребенка до укреплена то вдруг что-то начинает происходить с твоим телом она начинает меняться и ты не можешь никак на это повлиять а вот я помню когда тоже у нас классе вот мальчик он резко вытянулся то есть это резко сначала вытягивается скелет вытягиваются руки это все происходит не пропорционально что такое гормоны дату с начинает активно работать лимбическая система которая выделяет в организм множество гормонов которые раскачивают вот организм как машину к активному росту но все это происходит не одновременно а вот условно говоря как то так угловато и между тем что начинает расти кость а расти вытягиваться это очень больно и еще на этот скелет не успевает наращиваться мышечная масса и вслед этим кровь да вот сердце но не не успевает разгонять кровь по всему этому резко выросшему организму и еще у подростка выделяется в организм в два раза больше половых гормонов нежели это есть в организме взрослого человека и вот все это внутреннее состояние до под воздействием гормонов как это проявляется в эмоциях в поведениях и и даже в том как функционирует познавательная сфера что во первых это также как у маленьких детей они иногда могут плакать и истерить не потому что они хотят кушать есть или что-то им некомфортно а потому что у них растет кость а это больно и они могут истерить и плакать потому что им больно так же как и подростки они могут быть раздражительными знаете вот говорит не трогай меня вообще не обнимай меня то есть у них любые какие то бывают иногда тактильные прикосновения у них вызывают вот раздражение потому что вот тело условно говоря ну она болит следующий момент вот какие-то задышки депрессивные смена настроения от активного такого драйвового я бы сказала до резко депрессивного это опять же связано это опять же связано с гормонами что сначала в кровь выделяется очень много адреналина и других гормонов которые раскачивают организм к росту и это вызывает условно говоря такую повышенную активность которая позволяет расти организму и в поведении это проявляется импульсивностью когда они действуют но не умеют оценивать риск с другой стороны не сразу но в кровь выделяются гормоны которые немного обезболивают вот в этот рост и они как раз вызывают такое состояние вот расслабление немного депрессивности из-за того что вот происходит некий гормональный сбой поэтому у них есть газ но не вовремя работает до тормоз есть активность но потом резкий перепад вы депрессивное иногда состояние или вот это состояние ничего не хочу не всегда вот ту фразу которую вам говорит подросток он ее осознает не всегда это про то что ему ничего не хочется иногда вот ему сложно объяснить что с ним происходит то что поверьте подростковый возраст достаточно непрост потому что подросток прежде всего теряют контроль над собственным телом и следующий момент это тело до которые они не узнают которые может меняться так что это им может не нравится а еще это оценка со стороны коллектива одногодок со стороны даже иногда взрослых и здесь тоже такие вот моменты про которые мне напоминают истории подросток как с которым я работаю здесь подростки так же как и дети они не понимают юмора и этих переносных смыслов то есть здесь очень бы нужно быть осторожным шутками по поводу их внешности по поводу того что не переживай все пройдет ты еще найдешь свою любовь здесь подросток переживает здесь и сейчас вот здесь ему кажется что никогда у него прыщи не сойдут иногда ему кажется что у девочек да если у других грудь выросла у них этого никогда не произойдет и здесь очень важно быть остановиться говорить я понимаю что ты переживаешь что это сложно что я могу для тебя сделать как поддержать что важно помнить что это такой процесс очень непростой расти вижу ваши вопросы это насколько эффективно прописывать распорядок дня и личные обязанности ребенка и соответственно ответственность при невыполнении несоблюдении и как добиться чтобы ребенка начал реагировать на родителей я знаете вот вы спасибо очень что вы задаете достаточно такого личного характера вопросы я всегда говорю чтобы там точечно ответить на такой вопрос потому что моя любимая фраза когда что-то непонятно в поведении ребенка подростка это что у любого сложного непонятного поведения есть хорошая на то причина и все что касается распорядка то это то как этот распорядок у вас утверждается или как он формируется тут вопрос как вот про эту взрослый стоячем и говорила был ли этот распорядок раньше да или он возник только потому что подросток начал нарушать какие-то правила в семье и тут опять же вопрос про про враньем то что очень много в подростковом возрасте знаете возникают такие вот маркеры которые очень болезненные для родителей это враньем и это как-то бывает вот про деньги да что там подросток взял деньги и вот как-то это еще называют воровством я бы сказала что в этом возрасте вот вот про деньги и про враньем это неумелое обхождение со взрослостью иногда это страх того что когда ребенок понимает что он ситуации не справился или справился плохо или например вот когда мне подростки говорят что да я там договаривался с родителям я приду там например во столько-то часов но представляете когда в компании когда только там не знаю этого подростка приняли в эту компанию и тут все там остаются дольше а вот ему надо уйти раньше это очень сложно и в момент когда есть выбор быть принятым в группе и про родительская договоренность они здесь будут выбирать про коллектив и в момент когда они мают ага я не выполнил свое там какое-то обязательство или не оправдал ожидания взрослого до что я пообещал и сделаю вот тут они начинают пытаться вот таким вот детским я бы сказала умом пытаться исправить эту ситуацию через путь такого ну вот вранья и опять же здесь важно дать себе немножко выдохнуть и не разбирать эту ситуацию очень эмоционально с подростком здесь правда подростку очень важно знать про то как вы себя чувствовали но никогда вы в таком эмоциональном накале вы кричите на подростка когда вы говорите ты знаешь я я переживал да то все тебя ждал вот в это время тебе не было и как-то я волновалась за тебя я тебя очень прошу в следующий раз когда ты понимаешь ты задерживаешься напиши набери меня если подросток понимаешь в этот момент вы не добавляете масла в огонь потому что поверьте когда он понимает что он ситуации не справился уже сама ситуация несет последствия для него и вот то же самое как и с деньгами им хочется почувствовать вот это вот взрослости до покичится перед друзьями и в этот момент когда они могут брать деньги или не приходят вовремя вот это вот показатель их эмоциональности импульсивности и в этот момент они забывают про ответственность да и руководствуются только своим импульсом я не говорю что тут с подростками не нужно да да как-то обсуждать и не включать компонент ответственности но то как вы будете говорить опять же не с позиции нравоучения а с позиции и вот мы с тобой договорились давай пересмотрим наш договор и тоже замечать когда подростку получилось справиться этой ситуации сейчас тоже как чтобы подросток как добиться чтобы ребенок начал реагировать на родителей проседание в учебе саботаж школы да и в плане учиться в школе спасибо за такой вопрос опять же про учебу про учебу в это в какой-то мере норма не норма этого возраста как почему подростки начинают скатываться даже те которые очень хорошо учились прекрасно учились вдруг у них как-то и мотивация падает к обучению и оценки тоже становится хуже тут связано с тем как функционирует мозг вот я немножко проговорила про то как работает лимбическая система сейчас перейдем к мозговой деятельности в момент когда ребенок идет в школу да то есть у него вот наш мозг это как большой такой компьютер запускаются все программы для того чтобы воспринимать впитывать анализировать всю информацию в подростковом возрасте лимбическая система в какой-то мере начинает путать и тормозить работу мозга особенно тех участков которые ответственны за анализ логическое да вот мышление и прежде всего на первом плане стоят некие такие эмоциональные реакции и даже эмоциональная память я бы так сказала но здесь к сожалению про это забывают немножко учителям на что они продолжают детей учить по тому же принципу до такой как бы я бы сказала на учение а тут немножко нужно менять стратегию потому что подростки не ходят в школу или не любят учиться потому что у них меняется способ восприятия информации если учителя не становится лоббины в этот момент то конечно ребенка падает успеваемость ему даже сложно учиться первое потому что вот эти вот гормоны постоянно шалят и иногда это связано с упадком сил иногда это связано с тем что у него даже нарушается режим сна потому что вот выброс в кровь адреналина до чтобы разогнать этот рост но не вовремя выделяются гормоны которые ответственны и занялась за такое торможение и это влияет вот это гормональный дисбаланс на нарушение сна поэтому подросток может не высыпаться он подолгу может сидеть в телефоне даже не потому что ему там что-то очень интересно потому что он себя усыпить не может излишек вот этого адреналина в крови потом на утром мы имеем это еще называют такое гормональное похмелье ему правда очень сложно проснуться из-за того что вот эта буря постоянно происходило и ребенок не смог выспаться и в таком состоянии он идет в школу а мы помним что у него активно вот включена вот это вот опять же тот участок мозга которые ответственны за эмоциональное запоминание вообще за социализацию за отношения и где-то хуже работает участок мозга которая лобные доли которые ответственны за запоминание логическое мышление но вот я всегда спрашиваю подростков говорю вот какие предметы ты любишь то есть когда то есть интересно ли тебе учиться и вот самое дивное что подростки говорят да они ходят в школу потому что там друзьям потому что для них становится актуальным больше общения с одноклассниками но они ходят к учителям и вы даже вспомните себя каким учителям выходили в подростковом возрасте на уроке те которые интересны рассказывали вот я помню даже свою учительницу по истории хотя я вообще очень плохо запоминаю даты но мы ходили все на ее урок потому что она рассказывает о виде истории она это рассказываю эмоционально она после как-то уроков нас собирала она это проводила интерактивно наглядно и эмоционально это то что воспринимает мозг подростка если это будут уроки где начинают их вот таким методом закачки информации их мозг просто не справляется и не может считать эту всю информацию и вот здесь конечно разбирать с подростком опять же момент скажи вот сейчас какой предмет тебе легче дается с каким предметом а мы будем я где-то буду подключаться помогать может найти репетитора который больше интересно и понятнее подростку объяснит эту всю ситуацию к сожалению вот здесь еще в подростковом возрасте срабатывает такая вещь что если ребенок еще до кого-то момента молчал-молчал там на повышение голоса то тут подростки уже не молчат и отвечают и очень много конфликтов с педагогическим коллективом который как бы их не понимает а мы опять же помним что подросток не пойдет туда где его не понимают да он может сидеть на уроке но это будет виде саботажа вот и поэтому он не учится но и к сожалению я бы сказала так что тут очень мало того что подросток лениться тут скорее того что не все понимают вот этот вот переход от ребенка вход в подростковый возраст и особенно бывает еще вот в эту сцепку включают родителей когда могут говорить вот ваша маша такая прекрасная была вот аж сейчас не что-то случилось с ней случился подростковый возраст и тут ребенку нужно помощь вот по поводу эгоизма мы немножечко тоже про это будем говорить опять же вот есть задачей в этом возрасте это тоже про поиск себя про вот это вот кто я чего я хочу какой я иногда вот такие я бы сказала вопросы к себе к собственному я могут восприниматься как зацикленность на себе эгоцентричность но тут с одной стороны это относится к задачи возрасту да вот отсоединиться ну в хорошем быть вот знаете это как повторяется еще этот период называют периодом который схож на период трехлетки его еще тоже называют возрастом таком периодом эгоцентричности когда ребеночек отсоединяясь от мамы до от родителей начинают говорить нет я сам вот этим нет я сам ребенок начинает строить границу между собой и родителем только так он понимает что есть я а есть взрослый и вспомните себя вот все наверное все пробовали кататься учиться на велосипеде вот вспомните у всех сразу получилось сразу сесть и поехать вот наверное не у всех да у всех были счесанные коленки у все как-то ломали или велосипеды то же самое с вот с этим периодом кризиса эгоцентричностью когда вот это вот поиск своего я иногда переходит в такую грань что это я она вот везде везде я на я сам не надо мне ваших советов да вот я как-то только-только сам здесь конечно же вы правильно задаете вот этот фокус вот это вот четкую грань между тем что дать услышать подростка услышать его мнение и между тем чтобы он считал сомнением других в семье в обществе был сочувствующим помогающим тут тоже очень многое зависит да как строилась стратегия воспитания до подросткового возраста потому что вот что еще происходит происходит кризис воспитания то что если до этого воспитание строилась но зачастую с позиции когда ребенок больше нуждается в наши каких-то делах ну помощи и поддержки чтобы мы как-то вместе с ним или за него и тот момент насколько мы давали возможность ребенку попробовать самому что-то сделать насколько у него есть опыт вот постепенно размещать свое я не резко да потому что если до этого ему не давали возможность что-то делать самому и делать ошибки то в подростковом возрасте он будет сильнее отталкиваться отталкиваться от того что потому что он уже взрослый он нарастил в свои обороты и он пытается вот условно говоря за весь период высказать вот это свое мнение здесь важно важно тоже не упустить этот момент потому что есть две стратегии воспитания то есть либо было разрешено все ребенку либо есть какой-то момент там запрета я лучше знаю как тебе будет и тут как раз в подростковом возрасте вот все эти моменты очень болезненно даются потому что подросток либо не может совладать с этим с этой свободой либо пытаются вот за все то время когда ему что-то вот не давали возможность как-то проявиться вот тут он начнет красить волосы очень ярко иногда это опыт ухода из дома то есть вон везде очень явно и ярко свою позицию вот знаете как это заметь меня вот сейчас меня уже заметят я помню как одна девочка говорила который там не отпускали чтобы надо же сама в школу ходила или возвращалась вот как-то очень много контроля было вот подростковом возрасте она оторвалась и она говорила но если меня не отпускали через дверь и я выходила в окно если не в окно то как это находила еще способы и тот момент когда метод воздействия я тебе сказал значит так будет с подростками не работают вот тут они наоборот будут больше показывать свою вот эту позицию я сделаю так как я хочу то что тут у них работает вот это вот их импульсивность здесь очень важно строить некие построение договоренностей но строить их не в момент когда уже подросток что-то нарушил или очень эгоцентрично себя ведет в момент когда спокойный и вы и он и попробуйте вы выбрать из списка немного вопросов сначала только каких-то 33 договоренности которые вы хотите добиться оттренировать и как-то получить чтобы эта договоренность работала но важно помнить что с первого раза ничего у нас не получается с первого раза мы тоже не не научались ехать на велосипеде что с первых раз подросток может таки не прийти например вовремя или я не знаю не помыть эту посуду то есть мы здесь с позиции взрослого важно не сходить с этого момента до напоминать и возвращаться к этой договоренности и чтобы была была некая систематичность и чтобы этих требований тоже не было много то что подросток если понимают что этого слишком много ему проще как подростки говорят забить нежели начать что-то делать то что мы помним что с учетом их гормональных изменений функцирования мозга им сложнее строить вот это вот логическую структуру поэтому как вы это делаете да вот вы садитесь с ним и вот с ними работает вот этот вот принцип помнить что подросток это уже не ребенок но он очень стремится к взрослости и вот вы с ним садитесь и начинаете в какой-то мере да вот подчеркивать что вы замечаете его как взрослого говорите смотри да то есть вот ты как-то очень там хочешь тебе хочется погулять с друзьями и хочется общения хочется больше уже времени там гулять мы с тобой заключаем договор вот да вот есть время ты приходишь вот в это время которое мы договорились вы выслушиваете его до что для него важно о чем он может с договориться и вы заключаете я иногда даже рекомендую прописывать эту договоренность и возвращаться к ней и снова обсуждать если подросток его не выполнил но в момент если подросток например что-то нарушил пришел позже по времени тут опять же важно чтобы вы немножко успокоились подросток тоже сесть смотри мы с тобой садились я с тобой договаривался то что как только если вы начнете договариваться подросток тоже начнет немного брать на себя ответственность потому что если вы идете из принципа я тебе сказал 10 значит так и будет то подросток не научится брать ответственность а будет постоянно протестовать и вот эту границу больше нападать не что ли когда он понимает что с ним говорили как со взрослым вот и хотел добыть взрослым хочешь ну проявлять себя так вот пожалуйста мы с тобой договорились и вот видишь мы с тобой договаривались там значит какое-то время или отведенное время не знаю там на кино или еще что-то она этой возможность она отодвигается например то есть здесь важно понимать вот что для подростка важно соответственно это может быть в зоне того что могут ограничить да то есть если вы например договорились что подросток может пойти в кино и вы готовы будете дать на это деньги то в момент когда он не выполнил договоренность то вы говорите ты знаешь вот видишь мы с тобой договаривались соответственно договоренность по поводу кино она либо отодвигается до либо ну то есть на какое-то время ставится по знаком стоп если если пойти дальше вот еще хотела вернуться к ожиданиям очень важный момент про ожидание и про безопасность здесь вот очень хочется задать прежде всего вопрос над которым вы можете сейчас отвечать скорее задать его себе вот чтобы вам хотелось больше всего чтобы было ваших отношениях с подростком или что вы хотите воспитать в подростке вы можете сейчас вот ответить вот что бы вам хотелось в отношениях с подростком здесь если я так немножечко отвечу да с позиции какого-то опыта работы и с родителями и с подростками то всегда когда спрашиваю подростков чего бы тебе хотелось в отношениях с родителем они говорят больше доверия да я понимаю что поймите но даже тут важно возвращаться к нашему опыту как взрослым не всегда мы можем оправдать все ожидания наших самых близких людей и помните что насколько она может быть стеснительно и насколько мы тоже можем иногда при брать какую-то информацию потому что прежде всего мы боимся реакции реакции наших близких людей то же самое вдвое в двойне это происходит с подростками вот вы да вот написали про ответственность про дружбу про то чтобы я так понимаю подросток помогал про доверие вот я как раз проговорю про доверие потому что доверие это равно безопасности ребенка подростка сейчас объясню что когда воспитание строится только на ожиданиях только да вот на как-то на требованиях и это тоже нормально дату ставить чтобы ребенок помогал чтобы ребенок был ответственный за что-то но мы помним что ответственность и помощь не приходит с тем что у него есть уже силы не знаю там вспыхать огород вместе с вами или убрать всю квартиру а что это тоже происходит постепенно это как навык тренируется и формируется в возрастном периоде то есть и это важно тренировать постепенно на давать ребенку ответственность там и смотреть чтобы он это складывать свои игрушки они вы вместо него потому что он маленький еще здесь чтобы ребенок помогал вот знаете вот как маленькие дети как они осваивают роль когда мама что-то готовит дети стоят и начинают на кастрюльках что-то копошиться или например видят что мама убирает ими там начинают этой тряпочкой там все вытирать в этот момент иногда там родитель ты что ты ты как-то не так делаешь ты сейчас все по рассыпаешь ты сейчас разобьешь вот здесь мы делаем условно говоря сложнее себе то что тогда когда ребенок пытается наследовать вас и вам помогать по-своему по-детскому играть в помощь если вот это запрещаете тогда в подростковом возрасте с учетом того что он уже физически это может делать это не возникнет у него знаете как это не заложена эта папочка в голове есть про принятие уважения я всегда задаю вопрос было ли уважение в отношении ребенка ну и я верю что точно было то есть насколько уважали границы ребенка если про вернуться про доверие до что кроме того что подростку важно я бы сказала эту ответственность прописывать не просто проговаривать потому что тогда вы будете неким таким раздражающим фактором который постоянно говорит говорит напоминает 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 если постоянно говорите это вы то это будет и вашей ответственностью то есть для подростка вы будете им к тем голосом который постоянно что-то от него хочет вот здесь я говорю что для подростков с учетом как функционирует их мозг им нужно как трехлетним детям не просто говорить и тем более не в момент когда вы на них злитесь или когда они что-то не выполнили а в момент сели и прописали и писать немного максимум 5 если вы хотите что он был ответственный за выгул собаки то вы с ним сидите и прописываете вплоть до каких-то режимов и это ему где-то наглядно но прикрепляете и помните что любой навык он формируется 21 день за один раз за два раза это не произойдет по максимум пользуйтесь правилам бутерброда чтобы подросток смог вернуться снова к выполнению этого кого-то ожидание или требования или вот постепенно брал на себя ответственность и чтобы мы взяли на себя ответственность нам тоже нужна поддержка то что не всегда все сразу получается но если в момент когда мы хотя бы попытаемся там я не знаю поубирать да вот когда там подросток может зарыться в этом мусоре в своей комнате особенно есть такая специфика у подростков и вот он один раз попробовал не один раз да с обращением напоминания взрослого попытался по убирать своей комнате а вдруг сказал так ты же еще на подоконнике не убрал так посмотри как ты кровать застелил то есть если мы начнем с этой вводной данной все подросток только услышит что вы его критикуете и он еще не скоро поубирает даже как бы вы напоминали если про опять же снова и возвращаясь про доверие чем важно доверие здесь очень тонкая грань сохранить подросток не должен быть вам другом а вы его другом потому что это нагрузка которую знаете вот иногда мама с позиции того чтобы это неосознанное желание контролировать ребенка когда там вот иногда родители говорят ой мы с не знаю там с моей доченька которого подростковом возрасте мы подружки мы друг другу все рассказываем это тоже некая крайность это некий эмоциональный перегруз который ребенок не выдержит это знаете как это смена позиции подросток не может быть другом а вы его другом здесь важно про доверие когда подросток понимает что кроме того что вы на него надеетесь вы ожидаете от него только самых хороших поступков что в каком бы он состоянии не был чтобы с ним не случилось он придет за помощью прежде всего к вам моя одна коллега она проводила исследование опрос среди подростков и я тоже и меня честно говоря ужаснул ужаснула обратная связь что когда подростков спросили это была тема о сексуальном насилии или домогательстве вот если этот опыт с тобой произошел или например даже состояние алкоголя или наркотической да если ребенок или попробовал или был бывает даже такое что ему чтобы подсыпать могут в этот момент когда он понимает что он может как-то контролировать ситуацию или с ним что-то произошло кому он обратиться за помощью и самое для меня как для специалиста было очень грустно слышать что только около 10 процентов подростков сказали что не обратятся к родителям остальные около 80 90 процентов говорит ни в коем случае и никогда родители не расскажу потому что я бою я не оправдал его ожидания да я пошел не той дорогой который мне родитель сказал я там например дошла по темной улице и со мной это случилось я не оправдал ожидания взрослого я никогда ему не расскажу и никогда не не буду обращаться к нему за помощью и вот здесь конечно это самое знаете вот когда ставится вопрос о безопасности или про знание или там чтобы он был не за получал двенадцатки всегда с позиции того что я работаю в сфере выявления насилия очень важен вопрос о двери вот какой-то момент отложить там эмоции что он пришел попозже если вы видите что ребенок каких-то ристрепенных чувствах он пришел даже в состоянии алкогольного опьянения поверьте какая-то ситуация уже его наказала и тут очень важно дождаться ну все как вы как заботливый родитель можете дать ему чувство безопасности с ним дать ему знаете такой посыл что ты можешь со мной поговорить и если подросток начнет вам рассказывать это наверное самое ценное и самый большой показатель того что у вас есть доверительное отношение что он ценит вас и что он может вам все рассказать и поверьте он также вам будет платить ну той же монетой он будет становиться более эмоционально чувствительный к вам к вашим потребностям и к вашему голосу то есть если вы начнете не просто когда эмоции передавать какой-то опыт как нужно делать а начнете тоже его слышать да вы правы уж татьяна до что подростковом возрасте референтная группа это ровесники и подростки какие-то вопросы темы обсуждают с ровесниками но я скажу так что в момент когда происходит нарушение безопасности нарушения границ или все что связано с насилием если у ребенка а это очень важно есть и были до этого сформированы доверительные отношения с родителями то он придет и поговорит и придет за советом и лучше ну вернее важно чтобы это было приходила за советом к к родителям так потому что это неосознанно он понимает что родители обладают более таким жизненным опытом тут скорее вопрос как взрослые реагируют на этот опыт если начинают получать и я же тебе говорил то тогда ребенок никогда он будет получать какую-то информацию у сверстников в интернете это тоже самое как вопрос который я задаю вот родителям вот сейчас поэкспериментируем позадаю вам в каком возрасте начинается половое воспитание вот сейчас примерно напишите возраст про который вы думаете каком возрасте с ребенком нужно говорить о половом воспитании о гигиене о теле о сексе о методах предохранения ну то есть на на ваше мнение да вот андрей сказал строй в четырех с трех с тринадцати скажу вам следующее это что такое половое воспитание иногда его немножко не до конца понимают о структуре что туда входит потому что половое воспитание это не про только понимание того как или это ложное понимание того что половое воспитание это рассказывает как происходит половой акт или про секс половое воспитание это знание про свою про свой пол да условно говоря и это уже начинаются есть да некоторые исследования уже с того момента когда мама знает пол ребенка она уже начинает с ним общаться и к нему обращаться как мальчику или к девочке это когда ребенок рождается да то есть отношение к мальчику или девочки про гигиену про до рассказ приблизительным то есть когда ребенок отсоединяется там три начиная с трех лет когда ему правильно называют вы органы дальше это про гигиену это когда ребенок задает вопросы про противоположный пол и уже в подростковом возрасте в 13 лет уже поздно с ребенком говорить о половом воспитании и вот как раз это тот момент если с ним до этого не говорили он не задаст этот вопрос родителю он это обратиться либо к сверстникам либо узнаете информацию в интернете и тут вопрос не в том что подростковый возраст это возраст когда подростку больше важно мнение сверстников ему скорее важно принятие сверстников а вот если какие-то вопросы значимого характера у ребенка есть опыт и возможность задать это родителям он это будет задавать ему и поэтому очень важно с ребенком не только ребенка чему-то учить а с ребенком разговаривать и в том числе в половом воспитании потому что это про безопасность потом в подростковом возрасте потому что но я уже говорила что подростковый возраст он очень много таких я бы сказала действий которые связаны с импульсивными действиями это очень говорила что половых гормонов у подростка в два раза больше даже нежели чем в организме взрослого человека и поэтому и я даже как-то тоже проводила терапевтическую группу с девочками и мы с ними обсуждали тему отношений и насколько если с ними не говорить про тему полового воспитания и отношений постепенно его момент подросткового возраста как часто я спрашиваю родители не говорят ну вот там вы вырастут усы вот тогда поговорим тогда уже говорить поздно тогда уже ребенок с вами ну подросток не будет про это говорить и когда я говорила с этими девочками у них вот было некое искаженное понимание между тем вот понравился мальчик да вот возникла эта симпатия а как у нас симпатия еще дополнительно тело реагирует и в момент понимания понравился мальчик да вот и переспать вот здесь пропасть потому что то что насаждается сейчас с телеэкрана в клипы которые показывают это искаженное понимание своего тела отношений и у ребенка нет вариативности то есть как можно проявлять симпатию как понимать что мальчиком не проявляет симпатию как им хочется этой телесности но они не всегда понимают чем отличается возбуждение девочки от возбуждения мальчика и как вот да вот эти границы с объятиями то есть это такие тонкости про которые вот я вам говорю что подростки просто если с ними готовы говорить они просто слушают потому что никто с ними не про это не говорил и вот здесь очень важно с ними да я очень согласна с вами что о половом воспитании говорят индивидуальные когда возникает интерес ребенка но тот момент как ребенок вам будет задавать вопрос да то есть начиная там с маленького ребенок может или к там принести какую-то книжку или задать вопрос или намекнуть и он смотрит на вашу реакцию если вы начинаете стесняться то ребенок понимает ага там родитель не очень готов про это говорить не всегда дети придут и напрямую зададут свой вопрос вот здесь правда очень важно вот иметь такой индивидуальный взор и внимательность к своим деткам либо например дети не всегда задут вопрос а будут в это играть там либо раздевать кукол либо как-то проигрывать какие-то ситуации вот это немножечко правда специфическая тема узкопрофильные я скорее о половом воспитании с какого возраста какую информацию я просто хотела дать некий фокус о том что с этого начинать не с подросткового возраста нужно да а что это делать постепенно и да я с вами очень согласна что это индивидуально не сесть и там всю информацию ребенка изложить осмотреть какую какой информации интересуется ребенок какие есть возрастные интересы и какие вопросы вам уже задает ребенок то что тоже проводилось интересное исследование что первый опыт когда дети смотрят смотрят вот даже порно ролики попадают на них это тоже около возраста 5 лет то что как раз в этом возрасте до школьного возраста у них возникает интерес чем мальчики отличаются девочек если они не получают эту информацию дома они начинают искать это дальше попадают в интернет а когда они пытаются вбить что-то то есть всегда им иногда выводится информация не совсем достоверная качественная и здесь важно быть очень внимательны если вернуться к различиям что данный возраст но не зря называют периодом борьбы потому что подростку кажется что во первых его тело против него мир против него все меняется все не так и он на это реагирует очень я бы сказала там импульсивно и с раздражением также подросток стремится познать мир пробовать что-то новое и до что мнение родителей действительно становится для них не таким значимым но я же говорю что в ситуациях когда была нарушена их безопасность они неосознанно возвращаются вот это состояние незащищенного ребенка и очень нуждаются в родителях но они не всегда и не придут и не расскажут таких ситуациях потому что боятся но я же уже взрослый как я мог сделать такую ошибку и как-то не оправдать ожидания если вы идем немножечко дальше спасибо огромное за ваши вопросы еще про различия да что подростковом возрасте меняется мышление но становится абстрактно понятийным но тоже достаточно практичным они запоминают только через истории через какие-то эмоционально окрашены вот почему подростки когда ты с ними говоришь на какую-то тему они очень интересуются а как у тебя было на какой опыт у тебя а расскажи какую-то ситуацию то есть они запоминают вот вы такой вот сцепки и то о чем я уже говорила что они находятся в поисках собственного я и происходит изменение волевой сфере и тоже касательно воли почему им сложно завершать какие-то действия это опять же это не то что они знаете вот так протестуют ленятся и просто нагло не хотят что-то делать это не всегда так это опять же связано с тем как функционирует лимбическая система и как функционирует их мозг им важно завершать логически какое-то действие потому что вот это до лобная доля она спит и только методом не нравоучения а методом вопросов и поддержки важно не за подростка да что то сделать важно также они не просто ладно не сделал может следующий раздел важно завершить это действие да где-то помочь напомнить но чтобы ребенок завершал действие следующие опять же то что мы говорили это некая импульсивность который связано тоже с гормонами и уже немножечко там концентрация внимания уже ближе к завершением подросткового возраста она увеличивается следующее различие это они ищут близких друзей социальные группы они ищут принятия появляется вот это вот половое влечение к противоположному полу это опять же связано с гормонами с выделение их в организм и здесь важно тоже говорить с мальчиками как они могут обходиться своим возбуждением или тоже с девочками то что вот все какие-то импульсивные действия и первый половой акт происходит исходя из переизбытка половых гормонов но в этот момент когда это случается потом подростки говорят что я на самом деле не хотел да что это был какой-то вот порыв который им сложно было осознать что с ними происходит и в этот момент вот то знаете когда задают подростку о чем ты думал вот как раз это тот момент когда было выключено то чем они могли подумать и про это нужно говорить с ними заранее да вот как их тело может реагировать на возбуждение или когда кто-то понравился или особенно вот среди подростков очень много да вот пройти обнимание они хотят это эти тактильности но что может происходить с их телом потому что мальчики тоже могут или пугаться или внезапно до сталкиваться своей реакции и возбуждение следующее они склонны к изменении своего мнения потому что вот поиск собственного я это поиск постоянных перемен они все ставят под сомнение ставят под сомнение себя ставят под сомнение свою внешность подает сомнение что они любимы то есть это им как будто бы заново хочется в этом удостовериваться только уже на опыте собственного анализа из собственных каких-то наблюдений на то есть они тоже смотрят как вы к ним относитесь им тоже как будто бы снова нужно подтверждение того что они любимы и нужны вот особенно если есть в семье младшие дети они неосознанно с ними очень сильно конкурирует то что они понимают что они тоже хотят внимание и любви и подтверждение того что они любимы но прийти и сказать и спросить они очень стыдятся ну я же уже взрослый одно это тоже что им тоже иногда необходимо и здесь очень важно чтобы иногда взрослый выходил с этой инициативой или говорил им на те слова и почему связано с изменением этого мнения потому что постоянно вот этот вот поиск я и например также вот родителей волнует что подросток не знаю там занимался футболом до подросткового возраста очень долго потом все мне футбол не нравится там будут танцевать или вообще не хочу это период экспериментов и тут в этом моменте тоже важно их поддерживать но с другой стороны тоже возвращаться к позиции анализа дал то есть задавать ему вопросы ты правда хочешь там да вот уйти со спорта а можешь мне как-то рассказать смотри ты очень долго занимался сейчас решил дальше не продолжать вот то есть методом задавания вопросов чтобы они начали анализировать свои действия а следующее это различие это они пытаются найти индивидуальность стиль деятельности через подражание вот тут появляются кумиры наставники и тут очень важно мудрая позиция тоже взрослого зная что подросток будет искать вот вот такого у кумира наставника тоже анализировать в как какое воздействие имеет тренер если у него такой человек потому что подростку нужно еще взрослые на нейтральной территории с которыми они могут поговорить обсудить на которого они захотят быть похожими и часто в хорошем смысле в поддержку родителям становятся очень хорошие тренера там или репетиторы или ну то есть это различные до секции на которые я подросток их посещает и вот что еще хотела по поводу некой такой экстремальности подростков что подростков есть склонность к риску занятию рискованными видом спорта или попадания в какие-то ситуации вы знаете что очень много случаев где подростки фотографируются в каких-то рискованных ракурсах здесь момент что вот их гонит к этому адреналин да то есть чтобы как-то срегулировать этот адреналин и нужен риск до чтобы выброс и тогда наступает стадия когда наступает освобождение от этого адреналина и тут если подростка не занять то есть если не будет конструктивного выхода этому адреналину то как раз подросток будет искать себе вот такой риск который они как раз не могут оценить мы помним что у них слабо работает лобная доля и когда их несет импульсивность в этот момент они не думают в этот момент они не понимают что они стоят на краю что они могут подскользнуться и упасть вот здесь очень важно подростку условно говоря давать возможность выбрать те места это степени риска где они могут освобождаться от этого адреналина следующее это появляется реакция эмансипации это отделение до от родительской опеки это потребность быть самостоятельный во всем и вот ваши вопросы как чтобы он помогал и был самостоятельный вот тоже с ними начните обсуждать в какой ситуации в какой отрасли где он может проявить ту самостоятельность в которой он хочет а где это та самостоятельность где вы требуете его поддержки и вы видите что здесь ситуация вот ну воспитание договоренности с подростком она меняется если вы хотите чтобы подросток что-то выполнял здесь тоже важно научиться разговаривать с подростком не только ему объяснять и говорит ты обязан и ты должен обсуждать и как подросток говорит а почему оба обоснуй да и готовым будет услышать тоже и подростка что он тоже будет стремиться к этой взрослости и важно поддерживать в тех ситуациях когда у него хотя бы уже что-то по чуть-чуть по чуть-чуть начинает получаться и вернемся к определению подросткового возраста да что это период такого изменения роста он начинается с десяти лет но опять же вот это одно крайняя граница подростковости иногда это может быть в 9 как мы это понимаем вот я вас вначале спрашивала по каким признакам мы понимаем что уже не ребенок а ребенок входит в подростковый возраст это прежде всего гормональные изменения это появление вторичных половых признаков иногда у девочек там да у ребят это может даже раньше 10 начинаться для меня всегда возрастные нормы границы это скорее ориентиры да но если вы видите что уже в 9 это проявляется это означает что ребенок ваш входит подростковый возраст и опять же вы видите в определении что сам возраст он сам по себе непростой это не то что ваш ребенок стал неблагодарным или безответственным или забивать на учебу а это связано с само по себе с критическим возрастом с критическим периодом важно понимать что тут так или иначе будут изменения так или иначе учеба не не будет по тем критериям как были раньше то есть вернее будет период когда ребенок немножко будет съезжать то что связано с тем что происходят эти гормональные бури которые иногда выключают это логическое вот мышление и способность воспринимать информацию и здесь важно тоже дать подростку информацию что с тобой происходит и дать поддержку тогда он сможет как говорится набраться ресурса и справиться с этим подростковым кризисом и я здесь немножечко тоже вот определила по подростковым есть определенная фаза подростковость еще что предподростковая на это приблизительно 10-11 лет это младше подросткового возраста первая пубертатная активность когда изменения в теле происходит здесь приблизительные да вот ориентиры говорят что подростковые то есть 18-19 тоже период такой юношеского возраста но опять же здесь очень важно смотреть на вашего ребенка то что признаки взрослости и изменений они также рассматриваются есть такой индивидуальный компонент идем дальше я уже немножечко вот говорила о нейробиологии подросткового возраста если у вас вот это вот четко то что происходит с подростком и его мозгом это как лампочка импульс зажегся до подросток этим руководится но не всегда вот происходит контакт между импульсом и последствиями и как в этом моменте помогать подростку но как бы еще раз на этом остановлюсь в этот момент чтобы подросток взял на себя ответственность и смог проанализировать эту ситуацию здесь важно остановиться во время взрослому не начать подростку рассказывать про его ответственность про то что он нарушил какие есть последствия потому что это та информация которая ребенок пройдет мимо уха и услышит только как норово учения если ваша задача и желание чтобы подросток ну взял ответственность эту на себя начал задуматься быть чувствительным что он например мог вас как-то обидеть или расстроить здесь не вы это да вот проговариваете особенно если вы в эмоциях здесь в этот момент еще раз останавливаюсь успокаиваетесь вы успокаивается подросток важно вернуться в эту к этой ситуации потому что даже мы в моменте если мы ошиблись да мы испытываем эмоции и в этот момент с нами тоже безразлично разговаривать нам нужно успокоиться дальше никогда не начинайте свой вопрос подростку почему-то опоздал почему-то это не сделал задайте вот даже этот вопрос ну вот себе все мы можем опоздать на работу или еще куда то вот когда нам сходу начинают задавать вопрос почему на уровне то как работает наша психика вопрос почему уже несет в себе компонент обвинения но это почему это с позиции ты уже сделал что-то не так ты виноват и те реакции которые у нас рождаются на вопрос почему это желание сразу оправдаться и тут уже начинается иногда момент вранья то есть защитная психика начинает момент защиты это называется защитным механизмом иногда это происходит неосознанно вот опять же все ситуации все вопросы верните к себе вот себя чувствуете когда он задают вопрос а почему ты это не сделал во время там не сдала отчет или еще что-то первое что включается мы очень редко нам хватает смелости сказать там вот все как есть мы тоже иногда добавляем какую-то информацию чтобы себя оправдать в этой ситуации поменьше использовать вопросы почему вот я всегда подростка в конце консультации спрашивают вот что для тебя сегодня было очень важно и подростки всегда мне подсказывают ответы что же им необходимо и не говорят что сегодня меня не просто слышали но и услышали и по пытались поставить в себя то на их место и у меня были случаи когда я работала с девочкой которая употребляла но не употребляла нет скорее эксперимент была с травкой с легкими наркотиками и вот когда она ко мне пришла первая их реакция такая нападение ну что вы сейчас не будете рассказывать о вреде курения там и что у нее такая сразу реакция была защиты и я говорю ты знаешь нет да у меня есть какая-то информация по поводу случая но мне очень важно услышать тебя не очень важно услышать от тебя информацию потому что да ты была в этой ситуации я хочу тебе помочь расскажи мне и тут я включаю позицию не оценщика а позицию того кто интересуется интересуется почему вот ну вот в этом смысле почему ребенок выбор этот способ да вот как условно говоря в этот момент у него в руках указалась да эта травка какой эффект имел на ребенка какие вот какие последствия как ты себя чувствовал после того как ты это попробовал и тут поверьте одна девочка я помню он говорит вы знаете что я я сама понимала что я настолько испугалась когда после того как я это попробовала и потеряла контроль на собственным телом я это запомнила всю жизнь я не хотела этого мне было настолько страшно и поверьте вот в этот момент когда подросток вам начнет рассказывать очень сложно устоять и не начать знаете как потому что мы же тоже пугаемся когда слышим про негативный опыт подростка и здесь не учить а а вот как раз услышать даже как подростку было проговорить ему а в какой информации вот ты нуждаешься да мне очень важно что ты мне это проговорил важно помнить что как раз в момент когда ты теряешь контроль над собственным телом как ты думаешь что может произойти и тут вот подростки поверьте они начнут вот здесь уже тем что вы задаете вопросы они просто предоставляете информацию вот так вы формируете причинно-следственную связь что мой импульсивный поступок попробовать там наркотики под воздействием моих друзей вот привело к тому что когда это попробовал я начала терять контроль над собственным телом и что вот в этот момент могло со мной происходить у них как это психологически называется происходит инсайт и вот как раз эту информацию не запомнят и в следующий раз они не будут это пробовать потому что опять же они сами проанализировали они кто-то взрослый им рассказал и вот эта картинка это как раз про то как работает вот мозг и почему им важно вот задавать вопросы когда вы какие-то ситуации разбираете и здесь есть более детальная информация о том как как работает мозг и вы сможете опять же подтверждение о пластичности и почему подростки не могут оценивать вот риск потому что словно говоря знаете вот мозг как некий такой пластилин который лепится и почему подростки часто поддаются воздействию потому что любое у них плохо работает критичность мышления и они не могут все подавать сомнению то есть если кто-то им скажет про или пошутит еще не дай бог про их внешность они не понимают переносного смысла они не могут к этому критически относиться если им кто-то сказал что у них кривые руки или там я не знаю что-то с их внешностью то все это приклеивается к ним ну как бы безоговорочно и здесь потом очень сложно вот с этим справиться и вы видите что в некой норме вот ранний подростковый возраст это повышенная эмоциональная возбудимость средний подростковый период это сбой в регуляции эмоций и поведения это то что как последствия вот этих гормональных изменений следующее уже в старшем подростковом возрасте это вот как раз созревают лобные доли это тот момент когда подросток уже может анализировать ситуации и быть взять в той мере ответственность ну вот про которую вы говорили это как работает вот лимбическая система мы уже с вами это тоже проговаривали я сейчас буду прокручивать и также посмотрю ваши вопросы остановлюсь немножечко мы проговорили о подростковом возрасте в целом сейчас об возрастных особенностях детей 10-14 лет да то есть это задачи потребности особенности возраста если брать возраст 10-12 лет то здесь это все что касается изменений в учебной деятельности которые приобретают смысл как деятельность по саморазвитию и самого самосовершенствованию здесь подростки могут даже хотеть в чем лидировать быть лучше там не находить на какие-то вот олимпиады то есть доказать что я тут лучше сферы общения с товарищей которые становятся некой особой жизнью в школе они как говорят вот начинается вот тусоваться объединяться кто с кем дружит и новообразование этого возраста это специфическая форма самосознания некая такой как бы желание а быть взрослым вы даже если они в чем-то там вот выступают ими важно быть экспертами в этом вопросе то есть так они тренируют вот эту взрослость но делают зачастую это немножечко как говорится перегибая палку следующим таким моментом это это рационализации пытай и они пытаются структурировать внутреннюю позицию появляется некое такое вот они могут говорить вот я грущу да вот я расстроилась там я например злюсь или вот они очень влюбчивы в этом моменте и много переживаний касательно влюбленности они очень много могут про это говорить как это у них проявляется как им нравится кто-то и опять же вопрос здесь уже начинаются эксперименты с внешностью стрижки и покраски изменения даже в стиле одежды то есть это такой период начала экспериментов ну вот как раз возраст подростковый возраст 12-14 лет с одной стороны это такой уже пик вот этого подросткового кризиса но здесь вам возможность способ способа конструктивного подхода да и сублимации то есть это когда подростки заниматься спортом вот всю эту эмоциональность чувствительность дать этому выход когда они они очень любят в театральных постановках в какие-то сценки разрабатывать вот здесь очень важно подросткам создавать ситуацию успеха и где не это могут разместить вот исходя там из моего опыта я работала в центре с очень сложными подростками и мы с ними ходили в походы это называлась педагогика приключения то есть ничего инноваторского но это скрипта про что мы забыли мы сейчас очень большой акцент на знание обучение успешности все остальное а вот как дать подростку выброс этой эмоциональности но вместе с этим научить его взаимодействовать быть чувствительным вот как раз это происходит через совместную деятельность со взрослым и с одногодками вот мы условно говоря с ними ходили в поход и там создавали ситуации где не могут вести за собой группу где они могут дойти до какой-то точки и тут вот просто один поход он покрывал знаете любые какие-то долгосрочные коррекционные программы и потому что подросток чувство ой я смог подняться на эту вершину ой я смог вести за собой группу и даже вспомните себя что самые теплые у нас воспоминания это когда мы там с друзьями вокруг костра собирались и что-то обсуждали и вот таких ситуаций важно что для подростков было больше и там же опять же в походе есть очень много эмоционального выброса этого адреналина и будут ли это походы будут ли это театральные кружки вот здесь вот позиция родителя который помогает найти такое место и опять же как принимаются правила в семье тут вот когда начинается уже подростковый возраст здесь уже важно не когда вы подростку даете какой-то вот список дел список распорядка когда вы сидите вы слушаете мнение подростка и говорите я тебя услышал вот это я могу да вот учесть и взять во внимание тут ты можешь сам например выбирать что ты там будешь кушать с утра какой бутерброд свете себе сделаешь но вот в этих вопросах мы с тобой договариваемся да то есть когда вы вместе садитесь утверждаете прописываете и и то есть у вас и и у него потому что тут уже не сработает принцип я тебе сказал и что еще происходит в подростковости для меня вот эта картинка очень символично про ценности подросток в этом возрасте если до подросткового да вот его внутренний мир это был как такой вот шкафчик куда вы вкладывали там красиво платьишко носочки вот все какую-то базовую базовые вещи в подростковом возрасте в норме подросток просто открывает эти все шкафчики и выкидывает оттуда все ценности да вот как вот эту одежду и начинает пересматривать поддавать оценки например если в семье очень большой акцент на веру этот очень важно дать возможность ребенку выбрать позадавать вопросы они могут ставить под сомнение вообще существование бога веры и это нормально в подростковом возрасте здесь важно дать подростку возможность позадавать эти вопросы и в хорошем смысле подать это сомнение если взрослый отвечает готов отвечать на эти вопросы подросток так или иначе возьмет эту ценность если это было в семье да вот постоянно и на эту тему обсуждали они насаждали ему то подросток ага возьмет посмотрит как это в семье и берет эту ценность себе то же самое всегда меня был такой вот забавный случай когда родители очень постоянно ребенка как-то пилил по поводу английского языка что это большая ценность сейчас чтобы быть успешным нужно знать английский язык это ты ничего не добьешься без английского языка ты что дворником хочешь стать когда я задала вопрос хорошо как у вас с английским то здесь помните если вот эту ценность не выполняет ну не выполняете вы как взрослый как носители этой ценности то подросток когда будет это доставать с полочки и это не выполняется взрослыми он эту ценность не возьмет да и будет саботировать эти занятия вот и так с каждой ценностью и у нас еще осталось пару минут если у вас есть вопросы вы их записывайте презентация у вас будет сейчас вскоре мы переходим к такому моменту детско-родительских да вот отношения говорила про позицию взрослого в подростковом возрасте здесь правда очень хочется дать очень много поддержки родителям что это очень не просто когда ребенок который особенно с которым у вас были очень близкие такие отношения даже когда ребенок очень тактильно как-то рядом с вами был в момент подростковости он как-то очень резко вас отодвигает и перестает чем-то делиться чем раньше делился здесь важно понимать что это тоже нормально потому что чтобы понять кто я такой не нужно отойти на дистанцию от самых близких и это очень больно иногда подростки это делают очень резко с какими-то высказывания с какой-то импульсивностью то что помните навык быть как-то самостоятельный иметь свое мнение это тоже поначалу они делают это как-то рисковато импульсивно но помните что ими тоже руководствуются эмоции и тут важно быть ну да вот немножечко на позицию выше и мудрее и сказать так ты знаешь вот как бы такое высказывание я тебя слышу но такое высказывание меня задевает мы сейчас с тобой успокоимся мы вернемся к этому вопросу да то есть не не подогревать его импульсивность здесь позиция взрослого тот дать главный посыл что с любым вопросом с любым опытом ты можешь ко мне прийти я тебя не оценю я буду готов тебя услышать с другой стороны до позиция взрослого который выдерживает все-таки границы границу и помогает дает возможность этой свободы да но дает возможность быть услышанным если он с этой свободой не справился но с другой стороны тоже показывает границы да вот этой свободы это с другой стороны если не пускать ребенка там куда-то не давать ему эту свободу он никогда не научиться с ней обходиться и вот в тот момент когда уже дети начинают поступают куда-то вузы вот тут начинается ну как бы такой опыт которые они как будто бы говорят еще срывается с тормозов и там он тогда очень сложно как-то справиться с этими они попадают в какие-то рискованные ситуации тут позиция взрослого тоже очень важно до того и опять же я ну как бы готовила для вас ким мифы и факты до что в организме подростка половых гормонов больше чем в организме взрослого мы уже с вами проговаривали кто был внимательным если может ответить это миф или факт и если ну вот правильный ответ что это факт да что в организме подростка половых гормонов вот в процессе созревания больше и есть такое часто я слышу от родителей что подростки не хотят чтобы их обнимали родители они в этом не нуждаются подростки иногда да могут резко отталкивать там говорит все вы там не подходи ко мне не хочу не трогай но иногда им очень сложно прийти и сказать поднимание и здесь тоже важно проявлять как я говорю иногда инициативность потому что подросткам тоже очень я помню девочка которая была приходила ко мне и видно так в каких-то моментах она все как-то ближе ближе подходил говорю ну на прощание говорю могу тебя нет 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 я вообще не люблю этих объятий когда она уже больше начала доверять что она уже так выкладываем длинные волосы были говорит можете вот просто как-то вот почесать мне становится легче подростки не всегда могут прийти и сказать что я хочу чтобы меня пообнимали им тоже хочется возвращаться в это состояние маленького ребенка подростки ничего не хотят и ничем не хотят заниматься это миф или факт это я бы сказала так 50 на 50 что иногда они не могут и не хотят в связи с их состоянием вот когда это вот до вопрос индивидуального опыта искренности обнимашек я очень согласна я думаю что про искренность обнимашек вы точно сможете понять это в вконтакте это про обнимашки это больше ваша потребность или подростка подросток тоже иногда боится что вы обидитесь на него если он скажет вам я не хочу обниматься но это можно только почувствовать да вот индивидуально но я как-то сейчас просто про мель и факт ну немножко так в целом да говорю но тут индивидуально имеет очень большое значение и опять же да к четвертому вопросу что тут подростки когда они говорят что ничего не хотят это может быть связано вот с этими гормональными сбоями что у них просто иногда нету или сил или они вот сейчас находятся в этом состоянии такого изнемождение из-за того что внутри вот постоянно происходит эта буря и опять же с тем что сердце не успевает раскачивать кровь для такого большого организма кислород неравномерно распределяется и у них правда могут быть головокружение какие-то головные боли упадок сил то есть здесь просто не может иногда у них не хватает сил чем-то заниматься иногда это принимают как некую лень иногда правда их важно эту информацию перепроверять и говорится как задать ему вопрос ты сейчас устал или мы с тобой сейчас идем на эту тренировку следующее в подростковом возрасте все пробуют наркотики и алкоголь а и я очень согласна что да нужно заинтересовать потому что вы помните что у подростков есть вопрос сложности с мотивацией с волевым компонентом и тут иногда подростку нужно пойти вместе с родителем посмотреть на этого тренера на тренировку показать им видео и даже я всегда говорю родителям которые хотят привести на консультацию подростка и говорю дайте ему возможность самому выбрать там психолога я всегда организовываю ознакомительную встречу и потому что подростки идут на контакт они пойдут тренироваться только когда у них сформируется интерес к тренеру или сформируется вот это отношение с тренером я даду вот тут касательно что в подростковом возрасте все пробуют наркотики и алкоголь да то есть это большая часть это про миф и то чем и говорила что подростки у которых есть и были вопросы самооценкой до того да есть некоторые что они могут употреблять наркотики лишь бы быть принятым да или например вот срегулировать вот это эмоциональное состояние если мы этого недостаточно или вопросы способа убежать от своих чувств если у них нет опыта это проговаривать но это не со всеми то есть не все там подростки пробуют наркотики следующее именно подростковом возрасте нужно говорить о сексе теле способа предохранения мы уже с вами это говорили и надеюсь что ну как бы это миф не в подростковом возрасте начинается этого говорить о говорить раньше до что подростковом скорее да про методы там предохранения так как под тема но не начинать говорить с подросткового возраста у теле изменениях в теле про это нужно говорить раньше и вот вижу время уже подходит то о чем по под конец хотелось сказать потому что в теме Это звучало про виды насилия и индикаторы. То есть то, какие есть виды насилия, это физическое, это экономическое, это психологическое, эмоциональное и это сексуальное насилие. И если говорить про физическое, то последствием это будут видны ссадины, но не всегда могут, например, дети вам показать, что какие-то факты, избиения были. Я согласна с вами, что это к предыдущей теме, что нужно говорить, но не с подросткового возраста начинать говорить на эту тему. Если вот в теме уже насилия, здесь тоже очень важно, кому подросток может обратиться за помощью, за защитой. И если про сексуальное насилие, немножко больше остановлюсь на этом, потому что есть тоже не до конца понимание, что входит в сексуальное насилие. Сексуальное насилие это не только там было проникновение или нет, это относится опять же к прикосновению, это использование ребенка-подростка как некого объекта для удовлетворения своих каких-то нужд и потребностей, это фотографирование, видеофиксирование, это принуждение к каким-то действиям. И очень сейчас, потому что я работала с подростками, которые пострадали от этого, и опять же есть очень большой миф, с кем это происходит. Много есть мифов, что это происходит благополучные, неблагополучные, семьи или подростки, нет. У меня случаи были разного характера. И вот подросток, ну как бы, да, девочка, которая очень влюбилась и на этом попалась, да, на крючок, там у нее скорее были вопросы по самооценке, по внешности. И тут попался вот такой молодой человек, который сказал, ты знаешь, ты такая красивая, тебе сделаю фотосъемку. И вот эта фотосъемка сначала началась нормально, потом все, ну как бы постепенно, он говорит, у тебя очень красивое тело. И были фото ню, потом которыми этот человек шантажировал эту девочку, и она боялась рассказать родителям, потому что боялась их реакции. И не знала, как с этой ситуацией выйти, потому что ее шантажировали, что это запустят в сеть, что это увидят родители, им очень будет стыдно. И вот этот момент, когда очень важно, чтобы с родителями были доверительные отношения, и в этот момент он мог обратиться к родителям, потому что тут уже сверстники скорее ей насоветовали больше сложных вариантов, чем те, которые им могли бы помочь. И вот, и это какие-то либо шуточки в адрес внешности. И тут тоже важно с подростками про это говорить, то, что подросток не всегда может оценить, что эта ситуация, эта ситуация насилия. И только когда до этого с ним проговорили, он сможет сказать, ага, да. То есть это уже когда я, например, с подростками работаю, говорю с ними про границы тела, про психологической границы, они просто делают такие большие глаза. Так значит, то, что это было со мной, это было неправильно. И тут они начинают рассказывать уже про свои случаи. И, к сожалению, этого очень много. И самое большое, они боятся рассказать, чтобы их как-то не осудили. Но подростки, как бы они себя не вывели, какой бы темной ночью они не шли, в какой короткой юбке они бы не одевали, здесь важно дать понять, что ребенок никогда не может выбирать насилие и никогда не виноват в этом. То есть вот здесь главный компонент забрать у ребенка вот это вот чувство вины и стыда. И вот буквально последний момент. Если у вас какие-то вопросы, как-то очень быстро время пролетело, и надеюсь, что вам информация была очень интересна, важна, или что-то вот заинтересовала, вы сможете это использовать со своими детьми, с подростками, которые уже не дети, но еще не взрослые. Если дополнительные вопросы или потребность как-то их задать, вы можете писать, и я постараюсь тогда в дальнейшем формате на них ответить. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, что этот вебинар был для вас интересен. Спасибо. Спасибо.